Здравствуйте! Вы смотрите новости 7 канала. Сегодня 8 апреля. В студии Денис Козлов. Прямо сейчас актуальная информация и последние новости к этой минуте. Глава города Сергей Еремин объявил локальный режим ЧС в зоне подтопления домов, расположенных вблизи реки Бугач. Жители частного сектора неподалеку от мясокомбината накануне встретили утро по колено в воде. Ночью Бугач вышел из берегов и начал топить дома и подворья, а уже утром залитой оказалась и целая улица. Вода на сегодняшнее утро пришла уже в пять домов. Эвакуировали четырех человек, в том числе двоих детей. Часть жителей, попавших в зону подтопления, временно переехала к родственникам. Несколько человек от эвакуации отказались. На место подтопления выехал и мэр Красноярска. Сегодня уже у меня соцслужба, управление соцполитики здесь были на месте, с жителями проговорили. Но дальше будет, конечно, отдельная, более такая скрупулезная работа с каждым подворьем, с каждой семьей будет проводиться два этапа. Там первая есть у нас муниципальная выплата, быстрая, там в зависимости от дохода, это 10 тысяч, это прям быстро мы делаем. А вот вторая, там в зависимости от ущерба, надо будет комиссионно проходить и проводить оценку, то есть ущерба имуществу и так далее. Владимир Путин уволил главу ТУВЫ. Сообщается, что отставка главы соседнего региона произошла с формулировкой по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен бывший мэр Кызыла Владислав Хавалык. Очередные выборы главы ТУВЫ должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Уже после сообщения об отставке Шалбан Караола, который возглавлял регион ровно 14 лет, он записал видеообращение на своей странице в Инстаграм, в котором заявил, что шел к этому осознанно. Вот фрагмент из его выступления. Я старался. Старался как мог. Наверное, история рассудим. Сколько удалось сделать, сколько было ошибок, сколько было недочетов. Но видит всевышний, надеюсь, оценит мой избиратель, насколько успешными были наши усилия. Если были они успешными, если они были результативными, то только благодаря вам. Вместе с вами мы многое смогли сделать. Двое парней под Красноярском потерялись в лесу. У семьи Барсов появились новые фотографии. А за вождение в нетрезвом виде мужчину отправили в колонию строгого режима. Об этих и других новостях в двух словах прямо сейчас. У автобуса на Щерс отлетело колесо и разбило легковой автомобиль. Все произошло сегодня утром. Маршрутка номер 65 подъезжала к остановке. У нее отвалился диск, покатился по дороге и влетел в Киа, повредив ей задний бампер и крыло. Перевозчик заявляет, что автобус только на днях прошел техосмотр, и у него стоял новый подшипник, который лопнул. Неисправимого минусинского автопьяницу отправили в колонию строгого режима. 32-летний мужчина систематически садился за руль нетрезвым. В последний раз его поймали в ноябре 2020 года. На месте сотрудники выяснили, что он не первый раз привлекался к ответственности. Его наказывали условным лишением свободы и лишали прав, но это не мешало мужчине дальше нарушать закон. Сейчас в его отношении возбудили еще одно уголовное дело. Суд приговорил его к 10 месяцам в колонии. Двое подростков под Красноярском заблудились в лесу. Им пришлось провести там ночь. Накануне парня 18-20 лет пошли на прогулку в Емельяновском районе. Около 11 часов вечера они поняли, что не могут вернуться домой самостоятельно. И сами позвонили спасателям, чтобы попросить о помощи. Сотрудники обследовали 12 километров лесных дорог и нашли парней только в 5 утра. Они сидели у костра и пытались согреться, так как были легко одеты. У одного из потерявшихся не было ботинка. У семьи барсов, стоя на Шушенском заповеднике, появились новые фотографии. Первая зимовка котят, которым скоро исполнится год, прошла успешно. На снимках с фотоловушек видно, как малыши резвятся, играют и уже стараются повторять движения за матерью. На дневных кадрах у котят хорошо виден окрас с пятнами. В ближайшее время на них заведут специальный паспорт. Однако пол малышей специалистам пока узнать не удалось. Канавы из-за потопов в новом сквере, замена брусчатки, которую никто не просил, и ямы, ямы, ямы по всему микрорайону. Вот те проблемы, на которые ежедневно жалуются жители Солнечного. Сегодня у них прошла встреча с представителями администрации. Правда, похоже, все было больше на перестрелку взаимными претензиями. Есть ли надежда, что проблемы решат и местных жителей все-таки услышат, разбиралась наша съемочная группа. А где емки? Вы дерево хоть одно посадите? Вы дерево. Я почему должна посадить? Словесная дуэль в виде взаимных претензий выглядит как минимум странно, особенно когда их предъявляет глава района местным жителям. Сегодняшний брифинг задумывался как ответ на насущные вопросы. Например, долгожданный новый парк Солнечная поляна, который после того, как сошел снег, больше похож на болото. Внешний вид не единственная претензия. Ну а дорожки, это же вообще, вот это вся, вот она, ну вы понимаете, грави его, как не утапт, он все равно будет вот сюда на событийную площадку, на брусчатку, он будет все равно закидываться. Дети же, они не будут ходить вот так вот, они же, конечно же, будут бегать. Это все будет лететь сюда, это будет постоянный бардак, это постоянно будет грязь. Ну а детскую вы сами видели. Это же не детская, это просто, ну я говорю, может быть, хрюшек там завести, огородить и будет прекрасно. Талыми водами размыла часть территории, того и глядив, канавы провалятся асфальт и бордюры. По мнению районных властей, причина рельеф местности и плохое водоотведение. Хоть его после половодья вроде как и подправили, восстанавливать все, возможно, придется за счет бюджетных средств, то есть из казны города. Сейчас оценят, если здесь, если есть вопросы к подрядчику, будет подрядчик. Нет, значит, все задержали, как мы будем делать. Еще одна горячая точка – сквер Ряузова. Здесь вдруг решили заменить вполне сносную, по мнению жителей, брусчатку и положить новую. За это, как говорят чиновники, голосовали сами жители. Правда, они, похоже, не в курсе. Можно мне объяснить, когда было голосование жителей, вот по поводу этого сквера. Вместе с новыми фонарями реконструкции фонтана все обойдется в 15 миллионов. Такие траты многих местных жителей поражают. Тем более, что в микрорайоне еще много мест, куда можно и нужно зайти с благоустройством. Новая хорошая брусчатка. Мы знаем, что новая такая брусчатка через два года развалится, будет рассыпаться в песок. А эту, вот можно было не менять. Все здесь ровно. Люди удовлетворены вот этой территорией. Зачем было все переворачивать здесь, снимать эту брусчатку? Это просто деньги на ветер. Это понты. Но глава района парирует. В Солнечной поляне второй и даже третий этап благоустройства впереди. С подрядчиков спросят за плохую работу. А в Ряузовском сквере якобы все уже износилось. Фонари проржавели, брусчатка просела, хоть она и целая. Что касается потопа, от которого страдали, наверное, все местные, то тут вряд ли что подделаешь. Рельеф виноват. Ну а дороги, которые превратились в вереницу выбоин, отремонтируют. Правда, за качество, похоже, никто отвечать не будет. Так что, несмотря на внимание городских властей к микрорайону и активность местных жителей, Солнечный по-прежнему остается одним из самых проблемных мест в городе. И когда эта ситуация изменится, пока никто сказать не может. Денис Козлов, Сергей Раков, 7 канал. Два года жители улицы Судостроительной вынуждены добираться до своего дома по бездорожью. Единственный проезд там находится в плачевном состоянии. Каждую зиму люди скидываются по 30 тысяч рублей на подсыпку этой дороги. Но с приходом весны все просто размывает. Жители нашли выход из ситуации, но и он вызывает вопросы. Это наша дорога домой, это наша дорога на работу, это наша дорога в магазин. Это единственный вариант отсюда выбраться. Это единственный выход из ситуации – ходить по железнодорожным путям. Наш корреспондент Елисей Савлюк в авторском проекте «Простая история» разбирался в этой проблеме. Уже сегодня в 19.30 новостях 7 канала он расскажет, почему власти бессильны в решении этого вопроса и когда дорогу приведут в нормальное состояние. Еще 121 человек заразился коронавирусом в нашем крае. Из них 59 – жители Красноярска. Темпы заболевания перестали снижаться, поэтому показателю наш регион находится на 11 месте в России. Выздоровевших снова меньше, чем заболевших – 98. 12 человек не справились с болезнью. На карантине сейчас больше 16 тысяч человек. Пользоваться банковской карточкой ребенок может уже 6 лет, но до 14 она обязательно привязана к пластику одного из родителей. Какими должны быть карманные деньги у ребенка, реальными или виртуальными, и на что он может их тратить, расскажет Максим Гуревич в программе «За деньги» сегодня в 19.15. Одно из главных произведений Моцарта поставят на сцене Красноярского театра оперы и балета. Большую премьеру готовят в рамках фестиваля Дмитрия Хворостовского. Показ оперы «Дон Жуан» запланирован на 22 октября, но подготовка уже активно ведется. Приглашенные мастера из Австрии, Италии, Словакии, Германии и США проводят мастер-классы и прослушивания, на которых знакомятся с оискателями на главной роли спектакля. Сейчас занятия в театре ведет австрийский педагог, концертмейстер Кристиан Кох. Иностранный специалист отмечает, что этот фестиваль уникальный. Он объединяет артистов из разных стран. Пока имена всех участников не разглашаются, но кроме красноярских артистов на премьере также выступят и звезды мировой оперы. Это здорово, что у меня есть возможность поработать здесь. Фестиваль Хворостовского – это международный проект, и его главная цель – сделать интернациональную команду, поставить в одну постановку местных артистов и международных звезд. А музыка Моцарта особенная. Если мы посмотрим на ноты, то там не так уж много прописано. Главное – находится как бы под нотами. Их сложно прочитать, поэтому здесь собралась целая команда. А в конце мы еще раз напомним, что каждый день новости седьмого канала выходят и в 16.00. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайбер-вотсап номер 8391-2900-333. В студии для вас работал Денис Козлов. Вечером в 19.30 меня сменит Евгений Петренко. Увидимся на седьмом канале. Субтитры создавал DimaTorzok